Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Новогодние карамельки прилетели ко мне переделывать новогодний маникюр на обычный. Вообще, я заметила, что многие девушки после нового года хотят что-то скромное, обычное, и моя клиентка просила сделать однотон. Но так как я уходила в отпуск и сказала, что мы не можем остаться без видео, сегодня будет очень крутой дизайн, который я очень давно хотела сделать, и сделала я его, конечно же, сама. Поэтому на одной руке у нас однотонка будет, ну а на другой руке будет стемпинг. Мы начинаем со снятия. Снимаю я фиолетовой фрезой от КМИС, сразу же убираю длину, насколько у нас отросло. И, кстати, здесь у нас гель был как раз-таки от опции. Многие спрашивали, как он носится. Посмотрите, у меня ни единой отслойки. Подложка у меня была от Грейп Сейв База. В общем, все относилось прекрасно и великолепно. Хотя этот клиент работает руками, и поэтому ногти проходят очень и очень серьезные испытания всегда. Придаем форму свободного края. Когда я выпиливаю миндаль, я постепенно его заужаю. И заужаю я его строго от точек вроста. Потом у нас вылезает толщина. Я подставляю пилочку под ноготок. И покачивающими движениями я сравниваю торец с нашей точкой вроста. Конечно же, немного шлифуем сверху ноготок. Шлифуем без нажима ближе к кутикуле. И я немного нажимаю там, где у меня остался тонкий слой геля. Вообще, посмотрите, всегда смотрите на исходник. Ногти достаточно объемные, поэтому материалы, то есть геля, на них мы положить не можем. Также хочу показать вот этот вот ноготочек на большом пальчике. Видите, здесь у нас идет продольная такая деформация. Эта клиентка прошила у меня палец на швейной машинке. И эта продольная полоса у нас никогда не зарастает. Взяли мы сегодня синюю фрезу и прорабатываем ей, делаем маникюр. Конечно же, сейчас работаю на форварде, работаю на 20 тысячах оборотах. Зашлифовываю и кутикулу, и птеригий. Сразу скажу, что сейчас я зашлифовываю птеригий, но я работаю вообще без нажима. То есть фреза у меня работает больше с кутикулой, а птеригий она скорее касается. Но здесь его всегда очень много. И как-то недавно мне в инстаграм прислали работу и спросили, что такое ужасное с ногтями. Что пришла новая клиентка. Рост птеригия и кутикулы у всех разный. У кого-то совсем немножко срастает через 4 недели, а у кого-то очень сильно. Делаем сегодня аппаратный маникюр. И ломаю стереотипы о том, что такую резиновую, очень-очень дубовую кутикулу, Надеюсь, что вам на видео это видно, она очень жесткая. Можно убрать и при помощи фрезы вот такими вот легкими движениями. Выполнили маникюр, сделали шлифовку, полировку. Хорошенько обезжириваем ногтевую пластину 2 раза. Обязательно. И приступаем уже к самому покрытию. Опять наношу базу сейф. Она себя отлично показала под гелем опция. И отлично показала на этих ногтях. Посмотрите, как я тщательно пропитываю боковые стеночки. И уделяю особое внимание, когда наношу подложку. Потому что от этого зависит как раз таки, как гель сцепится с нашей подложкой. И как он будет носиться и будет для отслойки. Гель опция прозрачный. Он, кстати, чуть гуще, чем камуфляжи. Но я всегда беру его вот такой вот маленькой квадратной кисточкой. Это кисть четверка. И распределяю по технике без опила по всей ногтевой пластине. Если нужно, помогаю себе тонкой кисточкой. Для того, чтобы не создавать наплывы материала в боковушках. И уже выполняю все то же самое на всех 10 ногтях. Вообще, если честно, я обожаю работать с гелем. И для таких длинных ногтей он просто спасение. И техника без опилы, она гениальна. Посмотрите на эти блики. Это просто гель средней консистенции. Выложен в правильной технике. И его даже не придется опиливать. По поводу того, бафить гель или нет. Видите, материала совсем-совсем чуть-чуть брала. Но ногти все равно получаются такие достаточно объемные. Все потому, что они сами по себе объемные. А архитектуру нам все-таки нужно выстроить. Я бафлю гель для того, чтобы была максимальная сцепка цветного покрытия. Встречали ли вы в своей практике такое, что гель на месте, а вот цвет куда-то пополз? Очень часто, что это просто конфликт материалов. Нужно снять липкий слой. Либо, если это гель, то лучше всего его забафить. Цвет номер 108 от Mystic, который называется Latte. Очень приятный, ненавязчивый. Помните, в начале видео я говорила, что всем хочется после новогоднего маникюра чего-то спокойного. Наношу первый слой достаточно тоненько. И второй уже наношу чуть-чуть потолще. И сразу же прокрашиваю тонкой кисточкой. Все это покрываем топом Gloss без липкого слоя. Я всегда покрываю ногти, на которых нет дизайна, перед тем, как начать делать дизайн. Многие клиенты не понимают и смеются, и говорят, что можно ведь покрыть все потом. Но зная клиентов, и как они любят вляпываться во все, я, пожалуй, перестрахуюсь. Пластина номер 058 от Svenki нам потребуется всего лишь одна веточка. Потребуется также черный лак, скребок и штамп. Отпечатываем в хаотичном порядке на ногтевую пластину прямо на липкий слой гель-лака. Очень удобно, конечно, что вот этот штамп, что у него прозрачная попочка, и мы видим, куда у нас переносится рисунок. Много не наносим этих цветов, так как они у нас будут под молочным цветом, под номером 80 от Mystic. Вообще, когда вы покрываете стемпинг сверху, старайтесь покрывать так называемой лаковой техникой, как будто бы вы везете по воздуху. Не давите на кисточку, иначе ваш стемпинг может размазаться. Я не обращаю внимания на то, что у меня испачкана немного боковушка, точнее испачкан немного боковой валик. Наношу молочный цвет, потом на его липкий слой также отпечатываю оставшиеся ветки. Смотрите, чтобы у вас осталось где-то 30-40% внизу цвета, потому что если будет все в этих черных веточках, будет смотреться грязно. А если будет веток слишком мало, то пропадет вот эта вот иллюзия какая-то теней. Кстати, это можно было бы сделать и даже в трехслойном варианте, если бы ногти были чуть-чуть подлиннее. Было бы тоже интересно. И покрываем все матовым топом. Предварительно я, кстати, покрыла базой, для того, чтобы матовый топ у меня не размазал стемпинг. Если вы покроете стемпинг сразу матовым топом, то, скорее всего, ваши веточки просто размазюкаются. Возьмите это тоже на заметку. Ну и вот наш итог. Очень красивый маникюр. Не знаю почему, иногда я просто балдею от работ, хотя вроде бы в них ничего такого особенного нет. Оцените работу по 10-бальной шкале, где 1 это ужасно, а 10 очень круто. Буду рада вашей оценке. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!